Одной из самых известных ролей красавицы Нелли Пшонной стала Анна Бестужева в популярном мини-сериале «Гардемарины вперед». Жизнь талантливой актрисы сложилась непросто, ей многое пришлось пережить – неудача в любви и потери единственной дочери. В 68 лет Нелли заменила мать для двух своих внучек. Будущая актриса появилась на свет 1 января 47 года в Таллине. Девочка так мечтала о карьере актрисы, что, несмотря на возражения родителей, едва окончив школу, отправилась покорять Москву. Высокая, статная и красивая девушка очаровала приемную комиссию в ГИТИСе. После окончания института карьера Нелли складывалась прекрасно. Ее приняли в театр имени Моссовета, где ей приходилось выходить на сцену с такими признанными мастерами, как Фаина Раневская и Любовь Орлова. В театре начинающую актрису не обижали ролями, ведь она ценилась тем, что могла буквально за ночь подготовиться к любой роли. В 69 году Нелли дебютировала в кино, где воплотила на экране Ярославну в историческом фильме «Князь Игорь». Ну а в 74-м Нелли сыграла запоминающуюся роль в кинофильме Элли Маклимова «Агония», причем ей пришлось участвовать в очень смелых для того времени сценах. Ну а Эльдар Рязанов пригласил Пшеную в служебный роман сыграть жену Самохвалова. Ему нужна была именно такая эффектная и красивая женщина. В 87 году режиссер Светлана Дружинина доверила Нелли роль Анны Бестужевой в своем фильме «Гардемарины вперед». Изначально Дружинина сама планировала воплотить Анну на экране, но подготовка к съемкам затянулась. Светлана поняла, что не сможет быть одновременно режиссером и актрисой, и постаралась найти себе очень достойную замену. После показа «Гардемарина» все актеры фильма стали невероятно популярными. Но вот Нелли на 15 лет осталась без ролей в кино, ведь наступили непростые 90-е. И только с приходом нулевых годов она вновь вернулась в кино и снялась в большом количестве сериалов. «Две судьбы», «Остров ненужных людей» и другие. Что же касается личной жизни, то у красавицы-актрисы всегда было много поклонников. Впервые замуж она вышла еще во время учебы в Гетисе за своего однокурсника. Молодые люди прожили вместе меньше года. Их брак оказался лишь студенческим увлечением. Ну а следующей любовью Нелли стал актер Алексей Шейнин. Когда Пшенная забеременела, влюбленные решили пожениться. У них родилась дочь Евгения, но через семь лет супруги приняли решение расстаться. Во время съемок очередного проекта Пшенная полюбила своего коллегу Юрия Демича и объявила мужу, что от него уходит. Поначалу отношения между бывшими супругами были напряжены, но потом они смогли найти общий язык ради общей дочери. Шейнин вновь женился на француженке, а вот Нелли свою вторую половинку так и не смогла найти. Дочь Евгения росла красивой и артистичной девушкой, но решила получить более надежную профессию и стала адвокатом. Она вышла замуж и родила двоих дочерей, но жизнь ее, к сожалению, оказалась короткой. В 2015 году единственной дочери Нелли не стала, и она стала опекуном двух несовершеннолетних внучек. Сейчас Полина учится в школе журналистики, а Настя мечтает стать актрисой, как и ее бабушка. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы актрису Нелли Пшонную в кино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok